всем привет друзья вы на канале фэншоп полезные не очень с вами георгий сегодня распакуем и познакомимся с продолжением популярной серии смартфонов о ван его модель по ван его 3 от компании техно это продолжение знаменитого смартфона техно по на 2 который вышел в прошлом году и стал мега популярным смартфоном у нас в стране предлагает сбалансированные характеристики по очень приятной цене он у меня есть на канале кто еще не видел переходить ссылочка на него будет правом верхнему углу техно по на 2 был симбиозом отличного железа с огромным аккумулятором на 7000 миллиампер час и очень небольшой цены благодаря этому смартфон стал невероятно успешным так вот наш сегодняшний герой это прямое продолжение которое предлагает все те же плюсы и даже больше аккумулятор на 7000 миллиампер час nfc модуль двойные прокаченные стереодинамики большой api с экран с повышенной герцовкой и яркий запоминающийся дизайн лайк подписка на канал за старание и погнали наконец-то ко мне добралась свеженькая новинка смартфон техно полон и о3 техно как мне поправляли в комментариях ну в общем как хочу так называю ребят вот он ко мне добрался и в таком вот матрасе все это дело будем открывать и знакомиться это у нас очень популярная модель вот так он выглядит он довольно прикольно здесь у нас краткие характеристики все вынесены 7000 миллиампер час 18 ватная быстрая зарядка процессор helio g85 такой средненький как говорится и поиграть на него можно и его вполне себе хватает видим надпись техно это связано с тем что компания очень неплохо себя показал за последний годик откусив значительную долю рынка в нашей стране давайте открывать тебе что тянуть мы не будем я даже не думал что такой фурор на самом деле произойдет эта компания у нас в россии но за счет того что у них смартфоны недорогие довольно неплохо себя показывают единственное что до много брака попадалось это конечно минус но за такую цену как говорится открываем упаковочка довольно таки довольно таки красивая очень точно такая же как и предыдущая версия технополная 2 видим здесь у нас внизу выяснены краткие характеристики это у нас свете был голубом очень прикольно смотрится на самом деле 428 гигабайт у нас по памяти android 13 это ладненько все это давайте открывать опять-таки нас встречает лицом сам телефон на котором кратко хотя давайте на телефон пока уберем сторонку посмотрим что у нас комплекте вот что это ребят но кому мы зачем вот эту шляпу вкладывать и она же не нужна вот это непонятно ладненько далее у нас сама коробочка которая у нас вот так откидывается прикольно здесь встречает на техномобайл расширенная гарантия 12 плюс один месяц это здорово дальше у нас краткое руководство пользователя технополная 3 все на русском языке это приятно начали именно под нас подстраиваться дальше нас встречает информация сертификации продукции можно почитать смартфон все даты в общем срок службы два года все как обычно ну и они не меняется кладут обычную пленку на экран и чехол чехол тоже довольно таки простой без заглушек белый прозрачный чехол пожелтеет очень быстро ну далее у нас встречает зарядка как видим в 1 18 ватт быстрая скрепочка виде вот такой вот штуки прикольно смотрится вот крепочка довольно таки неплохая мне нравится дальше идет пенопластик все как обычно ну и шнур юсб тайп си до зарядки шнур коротенький небольшой в общем то и все все как обычно ничего здесь у нас удивительного нет могли пленку наклеить это они не изменили себе ну ладно все это дело убираем давайте стороночку единственно чехол мы достанем посмотрим как у нас он лежит убираем надо переходим к самому интересному нашему герою таком пакете и все это дело поставляется изображены все наши характеристики сильные 7000 аккумулятор 68 экран hd плюс на 90 герц 18 ватт на и быстро зарядка процессор теле уже 85 128 гигабайт физической памяти 4 гигабайта оперативный плюс можно и расширить два раза до 8 гигабайт двойной игровой движок ну и на все само собой все давайте глянем так вот так красиво все это дело смотрится у нас вполне вполне себе ну с пленочки конечно ребята ну ладно не хотят они никак меняться ну и смотрите как менять цвета а как ребят ну как он вот это уже другое дело отпечатки пальца не остаются смотрится просто бомбически ну 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 достойно ребят достойно очень круто смотрится две камеры такие здесь вышечка до дизайн конечно топовый ребят мне нравится очень нравится причем яркий такой цвет зачетный тех на полу надпись кому тоже ребят нравится ставим пальцы вверх включаем тех на вибрировал пока у нас включается давайте приближимся во кнопку элементом управления справа если у нас расположились три кнопочки кнопки регулировки громкости вверх-вниз кнопка совмещенная кнопка включения она же сканер отпечатка пальца на нижней грани расположился у нас решетка динамика порт usb тайки для зарядки микрофон трех с половиной миллиметровый джек для подключения наушников с левой стороны слоток для сим-карт давайте мы сразу же вас откроем и посмотрим надо полноценный лоток как видим можно разместить карту памяти и две сим-карты видим такой уплотнитель резиновый который будет препятствовать выпаданию влаги внутрь но официальной защиты поливлагозащиты телефона нет так что имейте ввиду так на верхней игре нас ничего нет на лицевой у нас смесилась камера динамик ну и видим небольшой такой подбородочек куда же без него все-таки это бюджетный сегмент забегая вперед скажу ребят что у нас здесь полноценная стерео за этом ребят респект пильное состояние разместился вот такой вот основной блок камеры виде такой черной вставочки и вспышечки выглядит очень стильно и очень современно согласись ребят ну и вот такие две камеры надпись техно по давайте мы эту штуку отклеим о ну так ребята вот эта вещь вот это как он смотрится бомба просто бомба лайкос ребят лайкос зачет надпись техно по можно пользоваться с удовольствием давайте ребят мы его подстроим русский язык далее вставлять сим-карту это может пропустить давайте на этом примере как раз таки я и покажу как можно перенести все данные клонировать со старого телефон на новый ну все друзья настройки мы перенесли это видео выйдет чуть попозже думаю она пригодится многим напишите в комментариях друзья как часто вы меняете смартфон и настраиваете ли вы его сновья теперь же переходим к нашему сегодняшним героем смартфон у нас не маленький габариты его сто семьдесят и шесть миллиметров высоту семьдесят семь и шесть миллиметров ширину и в толщину он 9 и 3 миллиметра весит он 201 грамм с учетом огромного аккумулятора габариты вполне себе но хочу особый акцент сделать на материалах корпуса прошлых видео я очень критиковал глянцевую поверхность смартфона poneo 2 все-таки глянет для бюджетного сегмента такое себе решение я остаюсь при своем мнении похоже компания прислушалась ко мне и выпустила довольно практичная устройство который при этом еще и выглядит очень современно стиле киберпанк смартфон полностью выполнен из пластика ну и понятно все-таки бюджетный сегмент но пластик у нас не обычный а матовый на котором практически не остаются отпечатки пальцев за исключением разве что черного глянцевого блока камеры которые очень самобытно выглядит мне понравилось у меня смартфон в синем цвете он кстати мне больше всего нравится цвет такой яркий ярко-ярко-синий есть также версия в черном исполнении и серебристом переходим к экрану у нас здесь айпиес на 6 и 82 дюйм с разрешением 1640 на 720 точек по ощущениям экран довольно яркий при этом поддерживается повышенная частота кадров 90 герц скролик очень плавно давайте так сказать на скорую руку проверим и яркость она у нас принципе стандартная как для бюджетника и варьируется от 230 до 270 кандел на метр квадрат так что на ярком солнце вам его может не хватать а вот в помещении вполне себе сойдет плотность пикселя у нас 263 и 5 работает смартфон на базе операционной системы android 13 под управлением фирменной оболочки хай с той же версии обновление прилетело тут же как я его включил хотя аппарат свеж друзья если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от aliexpress по самым выгодным ценам переходите ссылочка внизу в описании процессор helio g85 точно такой же как и предыдущий модель память у нас 4 гигабайта с возможностью расширения до 8 гигабайт за счет свободной физической памяти смартфона тесте antutu 10 на секундочку самым последним смартфон выбивает более 270 тысяч баллов что удивительно так как младший брат пола neo2 с таким же процессором набирал всего 210 тысяч баллов очень не терпится проверить его в действии большинстве игр ставь лайк и пиши какие игры проверить первую очередь более подробный разбор игровых возможностей будет у меня на втором канале fans play кому интересно переходите подписывайтесь туда я давно ничего не выкладывал будем исправляться давайте проверим как смартфон лежит чехле пленку я уже наклеил еще раз заострю на этом внимание хотелось бы видеть ее уже наклеены ну да ладно переходим к камерам здесь установлен блок на два сенсора и двойная led вспышка сам блок камер выполнен довольно нестандартном стиль тех навсегда выделялись эти и наш сегодняшний герой не исключение целом не дизайн понравился что же касается технической части то сенсоры довольно простые главный а 16 мегапикселей со светосилой f1.2 8 плюс а и камера до 0 8 мегапикселей фронталка у нас на 8 мегапикселей со светосилой 2.0 видео пишется максимум 1440 30 кадров в секунду стоит также выделить двойную лет вспышку для лучшего результата в темное время суток более подробно проверим его фото видео возможности в детальном обзоре особый похвалы заслуживают двойные стереодинамики здесь ребята постарались сделали прям хорошо с большой буквой х полноценная стерео на борту без всяких полутора как в предыдущей версии и все это смартфоне за 10000 рублей респект вот послушайте к на что он способен так как у нас он способен . 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 звук здесь действительно зачет большой палец вверх переходим к еще одной сильной стороне данного смартфона это аккумуляторная батарея здесь она у нас на 7000 миллиампер в час с поддержкой быстрой зарядки на 18-го а у нас кстати идет в комплекте думаю автономное время работы будет в районе трех дней плюс минус ну и заряжаться он будет при этом в районе двух с половиной часов детальном обзоре все это дело проверим пару слов скажу о коммуникациях на борту диапазонный вай фай bluetooth 5.0 поддержка большинства спутников наличие всех актуальных бендов нашей стране трех с половиной миллиметровый разъем для наушников ну и конечно же nfc модуль из коробки для бесконтактных платежей буду его активно тестировать и через недельку-другую запишу подробный обзор со всеми его плюсами и минусами подписывайся чтобы не пропустить подводя итоги могу сказать что у тех нас снова получилось выпустить достойный аппарат за приятных ценник думаю его ждет та же участь что и предшественника техно пола на и у 2 а именно отличные продажи смартфон не идеален но явно лучше большинства устройств на рынке сильным сторонам отнесу материалы корпуса и дизайн прекрасный звук с полноценным стерео nfc модуль огромный аккумулятор на 7000 миллиампер час ну и конечно же его цена за такой прайс трудно найти ему альтернативу слабым сторонам отнесу разве что не самые выдающиеся фото видео возможности ну и не самый яркий экран хотя памятуя о его цене это скорее приверьте смартфон получился действительно вот напишите друзья в комментариях чтобы вы приобрели ему взамен подискутируем ставим пальцы вверх если видео понравилось или было полезным подписываемся на канал если еще не подписаны залетайте на все мои социальные сети рутюб цен вконтакте не забывайте телеграм-канале со скидками там я стараюсь каждый день искать для вас отличные предложения от алиэкспресс всем мира добра и позитива и пусть все у вас будет по фэншин до новых встреч пока пока